Здравствуйте, здравствуйте. Мы продолжаем говорить о польском вопросе, точнее о предыстории польского вопроса и его значения русской общественной мысли. И начнем мы сейчас, наверное, с фигуры Александра I. Да, пожалуй, потому что как раз его царствование, это то время, когда закладываются знакомые нам контуры польского вопроса, которые останутся таковыми на большей части XIX и значительной части XX века, можно сказать, что он та историческая фигура, которая сформировала привычные нам очертания проблемы. Но здесь можно сделать еще один шаг назад, отмотать назад, потому что когда речь идет о Российской империи, то я бы напомнил, что и правление Елизаветы Петровны, и правление Екатерины Алексеевны, это логика унификации имперской, достаточно активное выстраивание единого имперского пространства, имеется в виду именно Европейской России. В частности, об этом прекрасно, например, пишет Зиновий Когут в своей истории Гитмоната. И после разделов Польши, когда Российская империя получает значительную часть новых территорий, то имперская политика начинает несколько модифицироваться. Дело в том, что важно просто осознавать, что когда мы говорим о Екатерине Второй, то та Российская империя, которую она берет, она имеет два ярко выраженных анклава, имеющих свой особый правовый статус. Это территория Малороссии, собственно, Гитмонат, и это Озейские губернии. Причем и в том, и в другом случае это сравнительно небольшие территории. Соответственно, логика унификации, логика активного их вписывания в единое имперское пространство, она ясна. Вот с момента приобретения значительных территорий от Речи Посполитой и то, что будет происходить затем при Александре Первом, это отход вот от той прежней политики унификации по той элементарной причине, что разнородность уже собственно европейского пространства империи слишком очевидна, и империи приходится менять свой курс. Однако вместе с тем так называемые крессовые земли, которые Российская империя приобретает уже по окончании всех трех разделов Польши к 1795 году, эти земли при Павле Первом и затем при Александре Первом получают особое регулирование, то есть происходит во многом отказ от прежней политики Екатерины Второй, да, и сама та политика, уже в последние годы Екатерина Второй не отличается такой однозначностью, при этом отчасти, в том числе и за счет двусмысленности позиции Александра Первого, для польских аристократических групп на крессовых территориях возникает проект своего рода создания новой Польши уже именно на крессах. Здесь ключевая фигура это князь Адам Чарторыйский, который проживет огромную жизнь, станет главой Польши в изгнании, станет очень значимой фигурой и в восстании 1930-1931 года и последующие 30-летия. Отель Ламбер в Париже станет одним из ключевых центров польской эмиграции, и эта роль во многом перейдет и к сыну и наследнику князя Адама Чарторыйскому-младшему. Но вот как бы то ни было, Адам является и близким другом Александра, и фигурой, имеющей очень большое влияние в первые годы правления Александра Первого. Он является, после возникновения министерской системы, назначается товарищем министра иностранных дел, фактически курирующим внешнюю политику Российской империи. Он назначается попечителем Виленского учебного округа, причем Виленскому учебному округу отводят огромную территорию. Это фактически территория как раз всех кресов, оказывается. И для самого князя Адама, как он затем будет писать в своих записках, его роль это роль восстановителя Речи Посполитой. Это проект своего рода польской политики с опорой на Российскую империю, в том числе используя как раз связи с императором. Кстати, та же самая линия приведет к тому, что Черторыйский после поражения коалиции в 1605 году, то есть после Аустерлица, он подает в отставку и затем вновь оказывается фигурой близкой к императору уже в ситуации восстановления царства польского после 1815 года. То есть для значительных польских групп отношение к Российской империи, оно сложное, оно далеко не однозначно в весь период правления Александра Первого. С одной стороны, да, это ставка на своего рода полонизацию крессов, создание Виленского университета, создание Каменец-Подольского лицея. Причем обращу ваше внимание на то, что характерно, что политика на южных территориях здесь ориентирована не на Киев, казалось бы, а лицея, причем лицея особого типа, фактически такой квази-университет. Он создается именно в Каменец-Подольском, создается как, опять же, центр польского образования. И эта политика находит значительную поддержку и в верхах. Характерно, что она будет двигаться по пересеченной местности. Здесь будет несколько влияний, несколько линий развития. Но, например, после возникновения Великого герцога Ставаршавского, надежды польских групп на восстановление уходят к Наполеону. Наполеон становится вот той фигурой польской истории, которая во многом для польского общественного сознания сохраняется по сей день. Наполеон, как надежда Польши, затем эту роль будет играть его племянник. Мы сейчас в Варшаве, мы, кстати, недавно буквально прогуливались, по Варшаве и видели памятник. Ну или до сих пор, зайдя в Варшавские книжные, почти в любом наверняка найдем несколько книг, посвященных Наполеону Великому, Наполеону и Польше. Вот прямо сейчас, например, в Королевском замке проходит выставка, посвященная Наполеону. То есть Наполеон это фигура, во многом сохраняющая облик наполеоновской легенды в Польше гораздо сильнее, чем во Франции. Если романтическая наполеоновская легенда в французском сознании сильно посидела и обветшала, то... А в русском вообще выветрилась? В русском она никогда и не была столь сильна. Все-таки... Но увлечение-то было. Болели. Наполеоном болели все. Это такой романтический образ. Все мы глядели в Наполеона. Это совершенно невероятный момент. Напомню, что даже Жозеф де Местер в 1804 году перед коронацией Наполеона, тут я могу чуть-чуть ошибиться, то ли перед, то ли после, он говорит о том, что, возможно, Наполеон это орудие Божье. Но даже не просто орудие, возможно, благодать Божья почела о нем, возможно, он новый, то ли Пиппин короткий, то ли Кар-Мартел, с которого начнется новая династия. То есть для одного из основоположников консерватизма в этот момент Наполеон эта фигура невероятная. Ясно, что он как-то вписан в самый божественный замысел, потому что деяние Наполеона... Собственно говоря, если вспомнить заметный текст, то... Простому человеку столько не наворотить. Да, де Местер даже готов практически буквально начать писать текст, что деяние Божье через Наполеона. По аналогии с деянием Божьим через Франков. Но вот стоит отметить, что отношения здесь меняющиеся. Потому что после 1813-го, после 1814-го года, вновь надежды среотачиваются на Александре. Вполне понятно, что Наполеон их не оправдал, даже независимо от его намерений. И вот тут происходит кризис отношений уже с русским обществом Александра. Напомню, что в 1817-м году знаменитая ситуация в союзе благоденствия. Когда появляется первый замысел на цареубийство, то, за что будут судить. Когда Якушкин вызывается буквально убить государя. Мотив заключается в том, что получено известие, что государь, как в тот момент говорят, задумал отменить крепостное право. Задумал объявить себя королем польским. Задумал уехать в Польшу и, собственно говоря, присоединить в Польшу западные территории. Восстановить вот ту самую Речь Посполитую. Поскольку он понимает, что никто не даст ему восстановить Речь Посполитую из русского общества, то он вздумал взбунтовать русский народ как раз отменой крепостного права. Его подозревают в измене, и знаменитая Варшавская речь императора Александра также вызовет негодование. Напомню, что в Варшавской речи это речь о Конституции, про возглашение Конституции для царства Польского, и одновременно обещание Конституции другим территориям. Но речь будет идти о том, что в той мере, в которой они окажутся готовы. И возмущение, которое здесь возникает, это возмущение о том, что завоеванная нами провинция, те, кто только милостливым манифестом были освобождены, например, от наказания за действие в ходе войны 1612 года, они, кого, в принципе, можно легко назвать изменником с традиционной точки зрения. Заслужили. Они, оказывается, заслужили. Оказывается, они стоят более высоко, чем то самое русское общество, которое и оказалось действующим лицом в этой победе. Они, оказывается, более готовы. В этом смысле Польша выступает своего рода катализатором для русской общественной мысли, вызовом. Поскольку это вот тот самый другой, по отношению к которому и отстраивается русская мысль, и отстраивается сознание. Как, например, для русских образованных, русской, как принято говорить, военной интеллигенции, дворянской интеллигенции, которые станут основой сначала союза спасения, союза благоденствия, из которых затем сформируется то, что мы привычно называем декабрийским движением. Так вот, для них, с одной стороны, война 12-го года, это момент ключевой, момент формирующей предпосылки национального самосознания, осознание себя в качестве действующего лица. Мы теперь субъекты истории, мы те, кто творим. А с другой стороны, это, разумеется, польский вопрос, как ситуация вызова, ситуация, в которой другие оказываются более предпочтительными. Это осознание, с одной стороны, себя, если отсылать к наполеоновской легенде, мы те, кто оказались способными. Это ведь поколение совсем молодых генералов, поколение тех, кто совершил невероятное. Генералы в 27-28 лет стандартно, когда, например, Михаил Фанвизин будет обижаться... Китаева же с них с ума сходила, с этих генералов 12-го года. Да, но совершенно прекрасная ситуация, когда Михаил Фанвизин, один из самых умнейших декабристов, он будет обижен тем, что он до 30 лет не получил генерала. Ну как так может быть? Мне 30 лет, а я не генерал. Государь ко мне не милостлив, это же однозначно. У меня другой вопрос. Если Польша стала для России тем другим, в котором она себя опознавала, был ли в этот период Россия для Польши этим самым другим? Я бы подчеркнул, что она постепенно будет становиться этим другим. Это своего рода начало становления Польши другим для России. И в этот момент, разумеется, для Польши Россия пока еще не другой. Стоит отметить, что отношения выстраиваются в основном с имперским правительством. России здесь как такового не существует. Существует империя, существует Петербург, существует центральное правительство, с которым необходимо договариваться, с которым необходимо противодействовать или наоборот союзничать в определенных отношениях. Но субъекта России в этих отношениях, его здесь нет. И вот постепенно он будет как раз отстраиваться. Это будущая история. Можно сказать, что сначала как раз другим стала Польша для русской мысли, что, кстати говоря, вполне закономерно. Потому что если мы говорим о польской общественной мысли, о польском сознании, то оно уже отстроено, оно уже конституировано, в то время как русская общественная мысль начинает отстраиваться во многом от польской. И вот в этом процессе тогда меня интересует польское восстание. Вот как оно стало? Связано оно с этим формированием другого или нет? Или это какая-то совершенно иная история исторического? Я бы сказал, что связано, но связано разными путями. То есть польское восстание 1930 года вызовет появление польского вопроса в первую очередь в правительственной оптике. И вот изменение в правительственной оптике, то что для него возникнет польский вопрос, и подчеркнул, что польский вопрос в первую очередь применительно к кресам. Польский вопрос, это не столько вопрос о Польше, как потом будут говорить, о Польше в этническом смысле, сколько вопрос о землях Речи Посполитой, которые для одних являются тоже Польшей, а для других являются польскими владениями. То есть это еще классическая политическая игра 19 века. Ну, с выяснением, да и не только 19-го, где чья земля, кто у кого, какие-то такие геополитические шахматы, нет? Политические шахматы. Я просто, чтобы понять. Да, отчасти, но я бы сказал, что вот эта неоднозначность и переход к вопросу о лояльности самих жителей этих территорий, это все возникнет после первого польского восстания. До этого времени вопрос идет только о лояльности элит. С 1930 года вопрос перевести на другую плоскость. Эти территории вдруг окажутся в оптике, и они окажутся сложными, состоящими из разных уровней. Окажется, что мы говорим о разных группах, о разных лояльностях и, соответственно, о разной принадлежности этих групп какому-то целому. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова